Сегодня мы изучим эргадический подход к аддитивной комбинаторике, который основан на так называемом соответствии Фюкстенберга. Я читал интервью с Эндрой Семереди, недавнее, после уже вручения премии Абеля, и потом спросили, что вот, скажите вам, вот когда дали премию Рольфа Шока, вы сказали, ну, хорошая премия, но все-таки главные премии по математике, это считают и премия Филдса, премия Вольфа и премия Абеля. Ну вот теперь мы вас поздравляем, вы получили одну из этих премий. Он сказал, ну, знаете, я немножко изменю свою точку зрения, я считаю, что все-таки главные премии две. Это премия Филдса и премия Вольфа. Так вот, Гилель Фюрстенберг, уряд премии Вольфа, одной из недавних, за его многочисленные глубокие работы по теории динамических систем и по эргадической теории, и, безусловно, в немалой степени за эргадический подход в комбинаторике, который позволил не только по-новому посмотреть на тему семиедия, но и доказать очень глубокие и далекие обобщения, многие из которых по-другому не умеют доказывать до сих пор. И это там даже есть такое занятие, как доказывать элементарные, эргадические, ну, темы доказаны эргадические. В частности, знаменитый проект Polymath Тима Гауэрса, это вы, наверное, слышали, это такой проект, что математики доказывают теорему все вместе. Есть блок в интернете, там каждый оставляет комментарии, ну, есть, понятно, какие-то модераторы, но в процессе создания доказательства может участвовать любой. И один из самых успешных таких проектов, который завершился действительно новым доказательством, он был посвящен элементарному доказательству так называемой плотности, плотностной темы Гауэрса Джуэлла. Я сейчас не хочу говорить, что это такое, я думаю, я потом расскажу более подробно. Которое до тех пор было известно только эргадическое, причем сложное доказательство Фюрстенберга Кацнельсона. Итак, идея в том, что мы, благодаря некоторым соображениям компактности, сведем задачу о барифметических прогрессиях или вообще о сдвигах множеств на заочисленной решетке к эргадическому преобразованию, точнее, к преобразованию сохраняющему меру на некотором пространстве с мерой. Ну, в чем тут идея? Ну, самая первая идея, наивная, она очень простая. Если у вас есть А, это какое-то множество в целых числах, и вы хотите там найти такую точку Х, целочисленную, что Х из А, скажем, Х плюс Д из А, Х плюс Д один из А, Х плюс Д ката из А. Давайте определим на подмножестве, множество целых чисел оператор сдвига. Значит, это такой Т, который А приводит в А минус один, ну, где минус, понимается, в смысле, с каждого элемента вычитается один. Тогда условие, что Х плюс Д принадлежит А, оно равносильно тому, что Х принадлежит Т в степени Д, наверное. То ли Д, то ли минус Д от А. Давайте подумаем. Ну, Х принадлежит А минус Д. А минус Д это Т в степени Д от А. Вот так, да? Таким образом, вот это множество Х, таким образом, можно тогда записать, как пересечение по И, ну, саму А, пересечь пересечением по И от единицы до К, Т в степени Д и Т на А. Ну, те, кто знакомы с эргодической теорией, знают, что такие вещи там возникают в так называемых темах о возвращении. Иными словами, мы берем множество А уже не на прямой, а на пространство с вероятностной мерой, относительно которой Т инвариантно. Ну, к сожалению, на своих числах такую последовательность трудно задать. Ну, ничего. Мы сейчас с этим справимся. И тогда мы просто сводим дело к теореме о сохраняющей меру преобразования в уже непрерывном пространстве, где можно пользоваться разными методами анализа. Вот эта идея. Сейчас я расскажу более подробно, как именно мы сводим к непрерывной системе. Ну, и еще раз скажу, что в настоящее время именно доказательство темы Семередия, эргодическое, приведено на элементарный язык. Это было не очень просто сделать, но это сделали Тау и Грин, и в значительной степени на этом переводе основано их доказательство теоремы о простых числах и физической прогрессии. Там в качестве оператора Т действует действительно минус длик на единицу, а множество, на котором все происходит, это большая циклическая группа просто. Ну, сказать-то это не сложно, а дело в том, что правильно перенести туда непрерывные инструменты на случай конечной группы. Ну, давайте перейдем к построению соответствия, собственно, между сдвигами множественно прямой и сдвигами некоторого эргодического оператора. Не эргодического, а мы говорим, эргодического, а мы просто сохраняющего меру. в некотором пространстве связанной с ней мерой. Идея тут такая. Во-первых, мы будем рассматривать бесконечные подмножества в целых, множество целых чисел. И мы ведем такое понятие, как верхняя плотность по бануху или бануховая плотность. Она определяется так. d со звездочкой от a это верхний предел при m, стремящемся к плюс бесконечности, а пересечь с отрезком от какого-то n до n плюс n-1, например, хотя это не очень важно, и делить на m. Иными словами, верхняя бануховая плотность велика, если найдутся сколь угодно большие отрезки, в которых наше множество занимает достаточно много элементов. ну, вот такую долю. Наверное, это не пределы верхней пределы. Да, верхний предел, я так и написал. Ну, n, оно тоже меняется, то есть верхний предел, когда n любой, m стремится к бесконечности. То есть, по идее, n может быть все время, например, нулем, но на самом деле ясно, что неумоляю общности можно считать, что те отрезки, которые реализуют этот верхний предел, они не пересекаются. Потому что из достаточно большого отрезка все, что было связано с предыдущими, можно смело выкидывать. Ну, подтость изменится только совсем чуть-чуть, если отрезок достаточно большой. Поэтому, не умоляю общности, мы можем считать, что у нас есть интервалы и 1, и 2, и так далее, длины которых стремятся к бесконечности. каждый катер это интервал, то есть множество последовательных целых чисел. mcat, mcat плюс 1, mcat плюс длина этого интервала минус 1. и можно считать, что они не пересекаются. И тогда здесь вместо верхнего предела написать просто предел. Что это равняется верхнему пределу, а пересечь с икатом делить на количество элементов иката. Теорема, например, семиедия, давайте сформулируем ее в терминах не последовательности множества одного множества целых чисел. У нас стоит в следующем. Если множество целых чисел положительной банаховой плотности, то a содержит сколько угодно длинную физическую прогрессию. целые числа x и r, r не равная нулю, что такая арифметическая прогрессия содержится в a. вот такая формулировка, в которой нету квантера, что для любого достаточно большого n, если вы среди числа от 1 до n выберете хотя бы ε с 0 на 1 до n то соединив найдется энергетическая прогрессия мощности k. Давайте помним, почему это уносили на обычной теме семиедия. Это совсем легко. Например, откуда мы можем вывести это? Во-первых, ясно, что если обычная тема семиедия верна, то это тоже верно, потому что здесь найдется большой интервал с большой плотностью просто по определению банаховой плотности. теперь почему если верна эта тема, то верна обычная тема семиедия. Предположим, что обычная тема семиедия неверна, то есть у нас есть контрпример и к ней сколь угодно длинная. Но будем располагать их очень далеко на прямой эти контрпримеры. То есть вот здесь расположим первый контрпример, здесь второй, дальше еще отступим в 3 раза больше, чем длина этого отрезка и расположим третий не в 3 раза больше, чем длина этого отрезка, а в 3 раза больше, чем суммарная длина этого отрезка и длина следующего контрпримера. Расположим третий и так далее. Но тогда ни акарифметическая прогрессия даже на линии 3 не сможет содержать точки из разных кусков. Потому что если вы берете точку здесь и берете точку уже из следующего куска следующий член прогрессии уже из-за него вылезет, потому что здесь очень большое расстояние. Таким образом, если распагать их достаточно далеко, то никаких арифметических прогрессий состоящих в точек красных кусков у нас не появится. А в этих кусках их тоже не было. Значит, их вообще не будет. Ну, получили противоречие с этой теоремой. Давайте я сразу скажу, что мы сегодня будем заниматься в основном, может быть, даже и только не темой Семереди, а темой Саркази. Андрош Саркази это венгерский математик. Вообще, у него тоже много теорем, как у многих венгерских математиков. А его какой-либо связи здесь с лучшим президентом Франции мне не удалось ничего выяснить. Тема Саркази такая, что если А в положительной баноковой плотности, то тогда существует x, y из А, разность которых точный квадрат. равняется n квадрат. А n натуральная тоже. Вот такая аема. Ну, опять же, ее можно сформулировать примерно с теми квантерами, которые в теме Семереди, что для любого ε, если возьмете n достаточно большим, то в отрезке длины n натуральных чисел, если любые ε n, то среди них найдутся два разность которых квадрат. Ну, сведение в одну сторону опять же очевидно, в другую сторону делается точно так же. Надо вот если у нас какое-то конечное число контрпримеров уже расположено, взять два квадрата с очень большой разностью и расположить следующий контрпример между n квадрат плюс вот это. Ну, вот эта точка взять n квадрат плюс это n квадрат плюс это вот это выкинуть, а дальше расположить следующий контрпример. Ну, и тогда, прибавляя к этим числам квадраты, вы либо не попадете в следующий пример, либо попадете за него, если будете добавлять больший квадрат. Таким образом, два часа с разностью квадрат могут быть только в одном примере, и мы опять же получаем аналогичным образом противоречие с вот такой версией темы Саркази. На самом деле мы докажем гораздо больше, здесь не про квадрат, а также там про куб четвертую степень, что вам еще надо. Мне кажется, для любого многочлена свободным коэффициентом ноли целыми коэффициентами. Значит, теперь принцип соответствия Фюкстенберга. Да. Чтобы парные разности были квадратами все три. Вот это я, честно говоря, не знаю. Это уже гораздо сильнее, если честно, я сомневаюсь, что можно. Если четыре числа, то, по-моему, таких просто даже натуральных не существует. Это уже очень сильно связанность уречись вот то, что вы спрашиваете. В принципе, может быть, и можно, потому что у нас есть описание пифагоровых троек. Скорее всего, по три разности можно, но сложно. То есть надо использовать глубокое обобщение темы Саркази. короче, если есть параметризация, а не просто какие-то спортические примеры, то это можно искать вот такими методами, которые я сейчас буду рассказывать. хорошо. Теперь как мы будем строить наш, я сразу скажу, что это будет компакт топологический с вероятностной мерой, который будет соответствовать действию оператора сдвига на целых числах. Значит, во-первых, мы будем работать с бесконечным кубом, то есть бесконечной последовательностью из нуля единиц. Каждому бесконечному множеству а, ну или конечному впрочем тоже, будет соответствовать его характеристическая функция. Вот это мы будем рассматривать как множество функций из целых чисел в 0,1. Таким образом, здесь множество становится точками нашего пространства. А точки целочисленные наоборот становятся координатными функциями на это множество. Ну, это и а индикатор множества а в n равняется единице, если n за 0, если не из-за. это множество снабжено естественной топологией прямого произведения. И мы на нем рассмотрим сигма-алгебру, порожденную цилиндрическими множествами. Значит, что такое цилиндрическое множество? Цилиндрическое множество сдается набором координат и набором значения в этих координатах это множество тех обычного будем обозначать функцию x x из 0,1 в степени z что x от и s равняется y s для всех s цилиндр иными салами цилиндр это множество функций у которых фиксировано конечное число координат это множество будет открытым и замкнутым соответствующая театика множественной топологии а все это произведение будет компактным нам понадобится такое важное множество как бы назвать важное множество надо букву придумать давайте назовем его омега с ноликом рискованный шаг ну ладно назовем омега с ноликом это c 0 1 то есть это множество тех x в котором x от 0 равно 1 давайте мы по множеству по каждому из интервалов которые мы рассматривали для нашего множества а и на которых реализовывалась его банаховая плотность будем рассматривать такую меру соответствующему интервалу на этих цилиндрических множествах значит мера сдается таким образом написано что мера соответствующего интервала ижито от цилиндрического множества c это вот что такое мы будем множество а сдвигать на элементы ижито и смотреть как оно пересекается с c тогда получается что это один делительное ну среднее значение по ижито мощности c так значит сейчас напишем значит первых мы берем сумма по м из ижито дальше мы берем твм 3а так и дальше мы про твм 3а смотрим лежит оно в этом самом множестве c или не лежит теперь надо написать условия то что твм 3а лежит в c ну давайте напишем что характеристическая функция такого условия то что твм 3а лежит в c давайте попробуем понять что здесь написано например в случае когда c это омега с ноликом тогда мы должны для каждого м из ижитого выяснить лежит ли твм 3а в омега с ноликом что означает то что твм 3а лежит в омега с ноликом лежит в омега с ноликом это равносильно тому что твм 3а от а твм равна единице то есть м для жита таким образом то что здесь написано вот такая сумма это в точности плотность а в интервале ижитая правильно потому что мы для каждого м из ижитого изучаем лежит ли м ва мы получаем единицу если точка лежит ва ну понятно короче получаем точность и плотность таким образом мы получаем то что мю ижитая вот омега с ноликом стремится к верхней плотности а когда жизнь стремится бесконечности по построению ну теперь давайте понимаем что для каждого фиксированного ижитая то что мы построили это будет действительно мерой на множестве ну на нашей сигма алгебре порожденные цилиндрическими множествами ну конечная аддитивность понятна да если у вас c1 и c2 не пересекающиеся цилиндрические множества то условия что тм лежит в их объединении это условия что тм а лежит в одном и тм а лежит в другом и эти условия не могут быть одновременно выполнены если c1 и c2 не пересекаются ну короче это ясно кроме того ясно что мера всего пространство единица то есть это будут вероятностные меры всегда ну потому что если c это множество состоящее из всего нашего бесконечно мерного куба то это всегда единица мы соединяем единицу и включаем единицу таким образом мы получаем последовательность вероятностных мер ну чтобы проверить эту меру нужна еще счетная аддитивность счетная аддитивность у нас по части есть потому что если у нас одно цилиндрическое множество представлено как счетное объединение других то поскольку все они одновременно и замкнутые и открытые то это объединение на самом деле конечное потому что это открытое покрытие из него может быть конечное подпокрытие а раз оно дизюнкное то это просто оно и есть значит больше ничего нет Ну, таким образом, а для конечной аддитивности у нас уже есть. Ну, значит, по стандартному тему о продолжении меры, мы можем продолжить меру на всю сигма алгебра с, я забыл, как это называется, полукольцо, кажется. Ну, я не знаю, по-моему, там есть разные слова, короче, вот с этого дела, с семейства цилиндрических множеств на всю, ну, Боррелевскую, по крайней мере, сигма алгебру в этом пространстве. Итак, мы получаем Боррелевскую регулярную меру на нашем компакте для каждого ЖИ. Дальше мы говорим то, что можно выбрать подпоследовательность этих мер, которая на всех цилиндрических множествах будет сходиться. То есть можно выбрать такую подпоследовательность индекса в ЖИ, что последовательность этих мер будет иметь предел. Сабый предел. Ну, потому что, я не знаю, конечно, чему, кого из вас учили, но... Может быть, это предел не точно? Нет, подпоследовательность будет иметь предел. Ну... Сабый метризуем. Да, да, метризуем. Ну, на самом деле, это можно понять в данном уровне, в случае просто на уровне... Да. Короче, это... Нет, нет, я хочу, чтобы предел, но это на самом деле легко сделать, потому что у нас разных цилиндрических множеств, счетное количество. Ну, мы выберем диагональный процесс, запустим, выберем подпоследовательность сходящуюся на первую, в ней подпоследовательность сходящуюся на втором и так далее. А потом выберем диагональную, она будет сходиться на каждом. Вот, и так, ну, не умоляю общности, это все стремится... Мю и житое стремятся к мере мю с ноликом. Ну, например, поточечно на... Значение на каждом цилиндрическом множестве стремятся, этого нам достаточно. В частности, на множестве А тоже будет стремление, поэтому мы с ноликом от А будет иметь меру хотя бы вот такую, ну, на самом деле, ровно такую. Ну, а теперь давайте поймем, что... Как связаны у нас действия... Да, заметим, кстати, да, то, что наш оператор Т... Вот еще что надо проверить... Что оператор Т будет сохранять эту меру. Это важно. Давайте поймем, почему это так. Ну, представьте себе, что вместо множества А рассмотрели множество ТА. И надо понять, что у него предельная мера будет... Ну... Не так, да, вместо множества С рассмотрели ТС, да? Надо понять, что предельная мера у него будет такой, как надо. Ну, давайте вот здесь напишем, что такое мера на уровне Ж. На уровне Ж она еще не будет инвариантней. От ТС. Ну, здесь надо написать ТС. Значит, здесь вот м минус первый. Ну, это не совсем то же самое, что было для С, да? Потому что теперь у вас м бегает не по интервалу ИЖ, а по на единичку сдвинутому интервалу. Но эти средние значения, они мало отличаются, потому что все слагаемые, кроме крайних, здесь совпадают, а знаменатель велик. Таким образом, в пределе мера уже будет инвариантной относительно действия оператора Т. Так, хорошо. Итак, мы построили компакт с Боррелевской вероятностной мерой и преобразованием Т, сохраняющим меру. Ну, я использовал диагональный процесс. Кажется, это счетная к чему выбора, хотя я не уверен. Диагональный процесс — это какая-то версия к чему выбора. Но я очень плохо разбираюсь в основаниях математики, поэтому, как именно она называется, я вам даже не скажу. Да, вроде бы более серьезное к чему выбору не нужно. Так, хорошо. Теперь давайте я сформулирую принцип соответствия Фюрстенберга, как он есть, из которого будет видно, что мы сейчас сведем и теорему Семеедия, и теорему Саркази к случаю действия преобразования сохраняющего меру. предположим, что у вас А множество сверочисленной положительной банокровой плотности, тогда существует преобразование, сохраняющее меру меру Т на пространстве Х мю с вероятностной баррелевской Х-компакт, а мю — баррелевская вероятностная мера. мю — баррелевская вероятностная, это не очень важно. Вероятностная важная, что баррелевская не очень. Тут, на самом деле, важна не топология, а теоремеры. И удовлетворяющее, да, и множество, как же мы его назовем-то, ну, множество, давайте назовем его снова А, в Х, ну, или давайте А с индексом f в честь Фюртенберга, дайте тогда большое f, вот так, А, f в Х, обладающее следующим полезным неравенством, то, что мю от t в степени минус m1 от А пересечь t в степени минус mn от А меньше либо равно d со звездочкой от, а, где-то пустенберг, от а минус m1 и сечь с а минус mk, для любых целых чисел m1 и так далее mk, для любых m1 и так далее mk. Ну, таким образом, это означает, что если мы будем хотеть доказывать, что какая-то плотность пересечения на прямой положительно, строго, значит, в частности, такие сдвиги все пересекаются, то достаточно будет доказать, что такая мера заведомо будет положительной для соответствующего выбора m1 и так далее mn. Таким образом, для того, чтобы доказать тему Саркози, ну, сейчас я пока откладываю доказательства этого принципа соответствия, хотя уже почти все готово, доказать тему Саркози достаточно будет доказать, что хотя бы для кого-то n пересечение t в степени минус n квадрат от А пересечь с А будет иметь положительную меру, потому что именно для этого n соответствующая плотность на прямой будет сразу положительной. Ну, и то же самое с темой семиедия. Ну, давайте поймем, почему мы на самом деле все это доказали. Ну, единственное, что я не уверен, что с нашим преобразованием t там надо писать именно знаки минуса, а не плюс в степенях. Ну, давайте поймем. Ну, каково условие, что, ну, что такое мера вот такого пересечения? Это предел... Так, значит, да, во-первых, надо сказать, что такое АФ, да, это АФ, это будет у нас омега с ноликом. Сейчас. Секунду. Да, я думаю, что омега с ноликом. Да, все правильно. Значит, давайте понимать, что такое t в степени минус m1 от омега с ноликом пересечь с t в степени минус mn от омега с ноликом. Это множество последовательностей x, таких, что x от... значит, давайте писать, что t в степени минус m и t x лежит в омега с ноликом, то есть t x лежит в t в степени m и t от омега с ноликом, нет, ну, хорошо, я вот теперь точно запутаюсь со знаком. Давайте так писать, t в степени минус m и t x лежит в омега с ноликом. Значит, t в степени минус m и t x от нуля равно единице. t в степени минус m и t x от нуля это x от минус m и t или от плюс m и t. Ну, хорошо, наверное, от минус. x от минус m и t равно единице. t в степени минус m и t то есть получается, что x от... m1, x от минус m1 равняется... x от минус m2 равняется... x от минус mn равняется единице. Итак, мы смотрим вот на такие последовательности. но что такое житая мера множества таких последовательностей? Ну, давайте посмотрим на определение житой меры. Это мы хотим, чтобы... мы смотрим на, соответственно, житый интервал, и там смотрим на те точки x, x и житая, в которых... ну, смотрим на те... как их назвать-то теперь? ну, k и зажитая. Таких, что... k минус m1 лежит ва, k минус m2 лежит ва и так далее. k минус mn лежит ва. то есть получается k, что k минус m1 лежит ва. k минус m1, a плюс m2 и так далее, а плюс mn. Ну, с точки зрения того, что я, может быть, запутался со знаками, я не хочу за ними следить, потому что либо то, либо другое верно, а что именно неважно. ну, в крайнем случае, мы займем t на t в минус 1. То есть формулировку темы даже не надо будет менять. Таким образом, житая мера – это плотность вот такого пересечения только лишь в k-том интервале. Таким образом, если мы знаем, что эта верхняя плотность не больше, чем α, то, в частности, во всех интервалах некоторого места у нас получается плотность не больше, чем α. Ну, значит, получается, что житая мера вот такого пересечения не больше, чем α. Ну, а значит, в пределе мы получаем, что просто мера такого пересечения не больше, чем α. Ну, вот и получается тогда, что эта мера не больше, чем α. Все, доказали. Итак, мы свели наше комбинаторное утверждение к утверждению про динамические системы. Давайте в честь этого сделаем перерыв и потом его докажем. Ну, в случае темы саркази. Так, мы будем сейчас доказывать тему саркази. Тема семидия тогда в следующий раз уже. Значит, так, тему саркази мы свели к такому утверждению, что если х в мю пространство с вероятностной мерой, т из х в х сохраняющая меру преобразования, ну, на самом деле это сохраняющая мера будет у нас даже автоморфизм, то есть у него будет обратное тоже. Ну, потому что мы доказываем достаточно, что просто сохраняющая мера преобразования. А, некоторое множество положительной меры. да, я здесь забыл сказать, что это а в честь Фюрстенберга имеет меру хотя бы такая, у нас ровно такая, кажется, да, как верхняя плотность а. А в х положительной мере тогда существует такое n, что t в степени минус n квадрат а в х имеют положительную меру. Ну, как только мы это докажем по принципу соответствия Фюрстенберга мы получим, что для соответствующего n у нас не просто есть две точки на расстоянии n квадрата, даже множество таких точек в каком-то интервале будет иметь большую плотность. То есть мы гораздо больше докажем. Ну, давайте сначала я расскажу как это примерно делается. То есть ввиду к тому утверждению из теории чисел, которые мы обсуждали в перерыве, о том, что дробная часть кратных квадратов, дробная часть а. альфа n квадрат равномерно, если альфа и рационально. Мы скажем, что оператор t нам удобно будет его рассматривать как оператор в l2 на x. Мы назовем соответствующий оператор u в пространстве l2 на x комплексно-значенную функцию, которой функция f от x сопоставляет функцию f от tx. легко видеть, что этот оператор унитарный, потому что t сохраняет меру. Ну, поэтому интеграл от квадрата такой функции будет таким же, как интеграл от квадрата этой. Просто потому, что при замене переменных нам надо будет нажать на единицу. Унитарный оператор, он имеет так называемое спектральное разложение. Я напомню, ну, кратко опишу, что это означает. В конечномерном пространстве, если у вас в нем действует унитарный оператор, вы можете разложить его в прямую сумму ортогональных подпространств, в каждом из которых он действует как умножение на какой-то элемент единичной окружности. Таким образом, вы можете разбить его в линейную комбинацию ортогональных проекторов и коэффициентами будут точки единичной окружности. Ну, в общем случае все то же самое, только сумма бесконечная. Но бесконечная сумма интеграл по некоторой мере, которая называется спектральная мера. спектральная мера будет действовать, будет определена на единичной окружности и каждому подможеству единичной окружности, ну, перборелевскому, она будет сопоставлять ортогональный проектор в L2 от XC на какое-то подпространство. Но в конечномерном случае подможества можно считать, что они стоят из точек только из собственных чисел оператора. И, соответственно, каждому собственному числу будет соответствовать проектор на соответствующее собственное подпространство. И наш оператор можно будет представить в конечномерном случае как сумму, а в бесконечномерном случае как интеграл по этой самой спектральной мере от соответствующих проекторов. Ну, доказательства спектральной Тиемы вам где-нибудь расскажут. Давайте спектральную меру оператора U назовем, как бы ее назвать, как обычно спектральную меру называют. Ну, хорошо, давайте лямбда. Назовем, значит, D лямбда U. Тогда мы можем написать то, что наш оператор U это интеграл Z D лямбда U по единичной окружности. D лямбда U от Z. Значит, чтобы понимать, что здесь написано, можно просто держать в уме конечномерный случай. Тогда мера D лямбда U будет сосредоточена в конечном числе собственных чисел. Для каждого из них D лямбда U это будет проектор на соответствующее собственное обыдпространство, и на нем оператор будет действовать к умножению на Z. На самом деле, нам надо будет использовать не проектор значные меры скорее, а скалярные. Нам ведь что здесь написано-то? Т-тепени минус анквадрат А пересечь с А. Это вот что такое. Мера такого пересечения. это U в степени n квадрат F на F скалярное произведение в L2, где F это хректистическая функция множества А. Ну, просто по определению. Правильно? Ну, скалярное произведение это мы должны смотреть на те точки, в которых оба значения единицы, потому что иначе произведение будет 0. Это как раз значит, что точка принадлежит такому пересечению. Итак, нас будет интересовать U в степени n квадрат F на F. я вот что хочу сказать, что это интеграл от Z в степени n квадрат d лямбда d лямбда от Z F на F то есть мы, этот наш проектор, который соответствует точке Z, ну, точнее, не точке Z, а кому-то множеству. Точке Z обычно нулевой соответствует, если это не собственное число. Вот мы этот проектор применяем к F, умножаем на F, и у нас получается уже скалярно-значная мера. Давайте вот эту меру будем обозначать d мю F от Z. Она уже скалярно-значная. Ну, хорошо. И, да, кроме того, она не отрицательная. Не правда ли? Ну, потому что это ортогональный проектор, и такое оплесдение не отрицательное. Конечно, вот то, на что мы умножаем, это какое-то комплексное число, но вот это число не отрицательное. Ну, теперь я хочу посчитать вот такую вещь. на самом деле не совсем такую, но давайте пока напишем такую. Одна n на сумму по k от 1 до n u в степени k квадрат f на f. мы можем расписать каждую из этих вещей как интеграл, сложить интегралы. У нас тогда получится, что это равняется интегралу по окружности 1n сумма z в степени k квадрат k от 1 до n на dμf от z. Правильно? Дальше мы скажем следующее. То, что если z равно 1, то мы здесь получаем 1. И на самом деле 1, конечно, будет собственным числом нашего оператора, соответствующему собственной функции тоже 1. Это видно. так что значение спектральной меры в единице это не будет 0, как у большинства скорее всего чисел. Это будет проектор на константы. То есть соответствующий единице значение спектральной меры это проектор. Это будет проектор на константы или даже не на константы, а на большее подпространство. Ну, как минимум на константы. Дальше. Если z иррациональное, мы докажем, что это стремится к нулю для любого иррационального z. Собственно, это и означает, что крадное как ну, иррациональное в смысле не являющиеся корнем из единицы ни о какой степени. Который аргумент не соизменим спи. Я буду назвать их просто иррациональными. Так проще. Для иррационального z это будет стремиться к нулю. Это мы докажем. Для иррациональных z это, к сожалению, не очень будет стремиться к нулю. Ну, например, если z равняется корню какой-то степени из единицы, нам здесь вот оно будет возводиться в степень точных квадратов. Точные квадраты по этому модулю, если это коренька с степени из единицы, то по модулю с точные квадраты будут периодическими. Ну, и если сумма по одному периоду не ноль, так это не будет стремиться к нулю, а будет стремиться к чему-то там. Это некоторая неприятность, потому что вдруг именно из-за этой ерунды все и сократится. конечно, это не очень приятно. Поэтому мы сделаем следующее. Мы заметим, что все-таки таких неприятностей из-за рациональных чисел у нас имеется счетное количество максимума, потому что собственных значений у нас максимум счетное число, потому что они будут соответствовать упорно-ортагональным подпространствам в ль-2. Их больше, чем счетное число, не разместить. И мы скажем, то, что в принципе, хотя их и счетное число, но все опоксимируется конечным числом, потому что для проекции F на пространство, порожденное всеми этими собственными подпространствами, это проекция F опоксимируется проекцией на конечное число подпространств, ну, по стандартной теории Гильбертового пространства, да, там, равенство беседы или кого-то, ну, в общем, понятно, что хватает конечного числа полупространства, чтобы опоксимировать с любой точностью. очень хорошо. Для конечного числа рациональных чисел мы применим такой нехитрый трюк. Мы будем, мы сразу выясним, что это за числа, будем считать, что они все есть корни Q-той степени из единицы, где Q большое число и очень составное, и напишем здесь Q квадрат. то есть будем рассматривать немножко другую сумму, чем я написал в начале. Что в этом хорошего? В том, что для этого конечного числа рациональных чисел у нас эта сумма стала работать на нас, потому что она стала равна единице. Правильно? Итак, для Z равного единице у нас точно это работает на нас, это получается 1. Ну, получается интеграла ТФ квадрата. Интеграла ТФ и все это в квадрате. Ну, короче, получается какое-то положительное число, зависящее только от А. Для всех рациональных чисел, которые мы выбрали, это будет получаться какое-то положительное число тоже, не отрицательное. Потому что, как я сказал, эта мера не отрицательна. А для рациональных чисел по-прежнему будет стремиться к нулю поточечным. А раз поточечным, и это не больше единицы по модулю, то и в смысле интеграла тоже по теме Лебега аморжерантной исходимости. Отлично. Что мы таким образом получаем? Что для единицы мы получаем здесь положительное известное нам число. для большинства для конечного числа рациональных чисел, которые мы выделили, мы получаем что-то никак не отрицательное. Для иррациональных мы получаем что-то, снимающееся к нулю. Но для оставшихся рациональных чисел мы получаем меньше заранее выбранного ε. потому что большую часть рациональных чисел, для которых эта мера существенна, мы использовали. Таким образом осталось доказать, что для иррационального эта вещь стремится к нулю. Я тут ничего особенно не писал, а просто объяснял, но надеюсь, что я объяснил понятно. Если что-то непонятно, то можете спросить. Понятно ли, почему достаточно это проверять, что для иррационального z такая сумма стремится к нулю? Я не очень подобно объясню, почему нам хватает, почему после того, как мы конечное число рациональных чисел отбросим, остальное будет маленькое. Ну, это, в общем, простая оценка, связанная с тем, что норма разности между f и проекцией на это подпространство будет мало. Точнее, между двумя проекциями на все рациональное пространство и на пространство, поврежденное конечным числом вот этих рациональных собственных пространств. Давайте думать, как бы это доказать. давайте, раз уж мы это доказываем, докажем общую теорему. Значит, пусть f от n это многочлен с вещественными коэффициентами вот представим и в таком виде акатой n в катой плюс а первая n плюс а с ноликом и не все коэффициенты, кроме свободного и рациональные, то есть рациональные, то есть иди чисел 1 и так далее акатая и есть и рациональные. Хотя бы одно. Тогда такая последовательность темы вели. Ну, или, можно сказать, вели вундеркорпуте. Первым я доказал вели, но то доказательство, о котором мы будем рассказывать, принадлежит вундеркорпуту. Ну, проще. Тогда последовательность f от n равномерно распределена по модулю 1. Значит, равномерную распределенность по модулю 1 мы будем понимать таким образом, то, что сумма e в степени 2πk 2πk 2πe лучше по-другому обозначить, потому что какая-то степень многочлена. Ну, 2πq, например, f от n по n от 1 до n равняется равняется маленькая от n любого натурального q. то есть, то есть для тригонометрического многочлена среднее значение по точкам f от 1 f от 2 и так далее f от n большого оно будет равно 0, если многочлен не содержит свободного члена константы. если q ненатуральное равное 0, то, конечно, это равняется в точности n большому, а не o маленькое от n. Ну, во-первых, мы будем именно этим пользоваться, как легко видеть, да? Во-вторых, из этого можно вывести обычную равномерную непрерывность, что для любой непрерывной функции f от 1 плюс, ну, не так, любой непрерывной функции φ, φ от f от 1 плюс φ от f от n делить на n стремится к интегралу от φ. Это так называемый китей Вейля равномерной распределенности, что если вы умеете это доказывать для любого триггеметрического многочлена, то умеете доказывать для любой непрерывной функции. Но она основана на аппоксимации функции многочленами. Не очень сложно доказать. Просто нам это не надо, поэтому я, честно, не буду в это углубляться, но действительно не сложно, если вы знаете, что функции аппоксимируются многочленами. Ну, равномерная распределенность это когда у вас φ, это что такое? характеристическая функция отрезка. Но характеристическая функция отрезка, ну, отрезочка вот такого вот, она зажата между вот такой вот функцией непрерывной и вот такой функцией непрерывной. Ну, интегралы у них близки, ну и, соответственно, если мы для каждой из них знаем, то мы знаем то, что плотность в этом отрезке стремится к его нормированной длине. Вот такая теорема. Ну, давайте ее докажем. Вот, потому что она нам понадобилась, ну и заодно мы получим, что теорема саркози верна не только для квадратов, а для... Ну, короче, много для чего, подумайте сами, для чего. Например, для кубов или там пятых степеней точно верна, просто то же самое работает все. Доказательства. Мы докажем такую лему. Предположим, что у вас есть последовательность х1, х2 и так далее, обыдающая таким полезным свойством. То, что для любого H натурального последовательность хн плюс h минус хн равномерно распределена по модулю 1. Тогда из этого следует, что хн тоже равномерно распределена по модулю 1. Вот это уже точно вандеркорпутом. из леммы легко следует наше утверждение. Давайте докажем наше утверждение индукции по степени f База, если степень f равна единице Тогда у нас здесь стоит просто геометрическая прогрессия Ее можно посуммировать Я напомню, что у нас будут получаться такие суммы Получается z n на минус 1 Ну и это действительно будет маленьким от n Или там n большое нужно z n на минус 1 делить на z минус 1 Если только z не равно единице Да Ну как же он может исчезнуть? Ну что вы говорите Ну как же при вычитании может исчезнуть? Понимаете, ну сейчас я скажу Ну короче не может Рассмотрим новый коэффициент Новый многочлен соответственно Ну базу доказали, да? Базу, надеюсь, все знали f от n плюс h минус f от n Это многочлен от n на единицу меньшей степени Ну если у него вдруг все коэффициенты Кроме Давайте аккуратно Если у этого многочлена Все коэффициенты кроме Если вообще все коэффициенты у него рациональны То тогда мы можем установить f как многочлен С рациональными коэффициентами С ручности до константы, да? Значит вот этот многочлен g от n Вот такой вот, да? Если у этого вообще все коэффициенты рациональны То у g тоже все коэффициенты рациональны И Кроме возможно свободного члена От которого эта рация вообще не зависит Да? Потому что f восстанавливается по g Однозначно с точностью именно до этого И в процедуру восстановления Это решение линейной системы уравнений Ну если Уже коэффициенты рациональны То f тоже получится рациональны Опять же по модулю свободного члена Таким образом надо рассмотреть случай Когда у g от n Единственный Иррациональный коэффициент Это свободный член То есть у нас g от n Равняется c к минус первая Скажем x к минус первой Плюс c один x плюс c с ноликом Где c1 c к минус первая Рациональная А c с ноликом Иррациональная Ну тогда я утверждаю То что у вас f от x Это я g от x А не g от n Так значит Тогда я утверждаю Что f от x У вас равняется c с ноликом на x c с ноликом на x делить на h Наверное так Плюс Многочлен с рациональными коэффициентами С рациональными коэффициентами Ну еще плюс констанция Вот так вот выглядит f от x Ну действительно Если мы из f от x Вычтем это c с ноликом x делить на h То вот давайте Напишем Дельта h Такого многочлена f от x минус c с ноликом x делить на h Дельта h Это разное значение в точках x плюс h и x Это дельта h от f от x минус c с ноликом Правильно Это с рациональными коэффициентами Значит Этот многочлен с рациональными с точностью до свободного члена Ну для многочленов такого вида мы можем без всякой индукции доказать Просто Мы разобьем все на под Ну на конечное число под прогрессией Весь натуральный ряд разобьем Так что в Каждой из прогрессий Когда мы шагаем значение вот это меняется на целое число Ну тогда по модуле 1 в каждой из прогрессий это вообще не будет играть значение А это будет равномерно распределено Вот Так что он может исчезнуть но с этим легко бороться Этот рациональный коэффициент Отлично Итак Осталось доказать только вот эту всего лишь шлем но саму по себе интересную Она основана на так называемом трюке вандеркорпута Ну это такое прождественное преобразование не знаю можно сравнить не знаю с преобразованием Абеля очень удачная смена порядка суммирования которая ведет к большим успехам Значит пусть у вас x1, x2 и так далее это комплексные числа по модулю не превосходящие единицы Значит вы хотите доказывать что x1 и так далее плюс xn это маленькая от n Ну это я пока говорю что мы в принципе хотим но в нашем случае тогда x это это будут вот эти экспоненты которые фигурируют в определении равномерной распределенности x1 и так далее плюс xn Мы запишем это таким образом это x1 плюс xh плюс x2 плюс xh плюс первая плюс xn плюс xn плюс h минус первая дайте аж большое писать плюс h минус первая и плюс o так это все делить на n плюс o от давайте смотреть насколько то что мы здесь написали отличается от на h делить от нашей этой суммы ну каждая штука с хвостом с коэффициентом ровно h кроме крайних каких-то крайних у нас будет порядка h квадрат поэтому здесь получается большой от h вот так вот да ну на самом деле большой от h это большой с очень ничего не за счет константы она вроде одного теперь вот эту вот вещь мы оценим таким образом по неравенству между средним арифметическим и средним квадратичным мы скажем что сумма не больше чем сумма квадратов делить на количество чисел ну давайте это оценивать значит тогда образом получим то что модуль x1 плюс xn не больше чем а большой от h плюс давайте написать x1 плюс xh в квадрате по модулю давайте я так напишу x1 с чертой плюс xh с чертой плюс и так далее плюс последнее n плюс h минус 1 на xn плюс с чертой все это n плюс h минус 1 с чертой так и на что это все делить значит я сказал что сумму квадратов делить на количество чисел значит здесь надо будет делить на n большое на h что на n маленькое хорошо на n маленькое да это все в степени сейчас значит мы сумму значит давайте напишем какое мы пользуемся неравенство то что сумма циитая не больше чем сумма модуль циитая в квадрате коэнь делить на умножить на коэнь и зен да значит это все в степени 1 2 это умножить на коэнь и зен правильно да верно да теперь мы раскрываем здесь внутри скобки у нас каждое выражение выглядит как как какой-то x умножить на какой-то другой x чертой но сдвинутый не более чем на h в одну из двух сторон правильно давайте выделим отдельно те в которых x1 умножается на x1 чертой и так далее сколько их у нас будет ну вот здесь вот у нас их будет h таких штучек и всего у нас будет h умножить на n таких штучек да когда у вас один из x умножается на сопряженный h умножить на n но у нас числа не больше единицы поэтому все это в сумме не больше чем вот столько но если вы извлечете корень умножите на корень из n и поделите на h вы получите n делить на корень из h вот эти штуки дадут вам столько теперь давайте смотреть на каждое из остальных вещей каждая из остальных вещей она выглядит примерно так как сумма x s x s плюс h маленькая с чертой по s от единицы до n где h маленькое фиксированное выражение от минус h до h правильно я утверждаю что ну таким образом в чем состоит наша идея что если каждая из этих вещей будет маленьким от n когда n стремится к бесконечности то их сумма это будет h большое мы зафиксируем предположим что мы знаем что для каждого фиксированного h неравного нулю такая сумма есть у маленькой от n тогда у нас мы разобьем вот эту вещь на n таких подобных сумм не на n а на h таких подобных сумм или 2h каждый из них даст у маленькая от n ну все это вместе даст у маленькая от корня из n ну и все это вместе даст у маленькая от n таким образом у нас получится что мы нашу сумму всю оценили как n делить на корень из h плюс маленькая от n ну что поскольку h произвольная нас вполне устраивает ну давайте поймем что в случае который нас интересует имеет место именно это что вот такие суммы у нас у нас будут маленькими от n ну на самом деле это ровно то что здесь сказано да давайте напишем у нас у нас вместо xn надо писать е в степени 2pi xn да но е в степени 2pi xn и на сопряженное к такому же с s плюс h ну st хорошо уговорили минус 2pi xs плюс h это е в степени 2pi надо еще умножить на какое-то выражение q да q 2pi q умножить на xs минус xs плюс h так что в точности из того что эта вещь равномерно распределена следует что вот такие суммы надут нам каждое да что маленькое от n фиксированном h ну вот собственно мы все доказали вот это и был трюк вандеркорпута который стоит в такой замене ну применение неравенства средних вот такой замене переменной хитрой с точки зрения чего я могу вас адресовать к заметке Терренса Тау в которой он пишет что какие-то их глубокие современные работы с Грином суть некоторое обобщение на более общий контекст метода вандеркорпута возможно оттуда вы я просто не читал я бы сегодня видел что они что это есть но толком еще не разобрался возможно оттуда видно какой это соответствует глубокой науке но так не знаю преобразования были какой глубокой науке соответствует да ну да ну да нет я думаю что какая-то непрерывная версия конечно такого преобразования тоже есть ну это не очень сложно понять даже какая если у вас здесь писать интеграу от функции от нуля до единицы дальше здесь писать интеграу от нуля до эпсилон да интегрирует вот так ну можно посмотреть что получается ну да то есть нет здесь мы пользуемся тем что у нас иксит от нуля до единицы вот этим мы пользовались ну а в общем случае я не знаю но я вполне допускал что дает какие-то оценки соответственно сингулярных интегралов через вот другие сингулярные ну не сингулярные а асцелирующие интегралы через другие асцелирующие интегралы ну собственно интегралы и суммы не очень сильно различаются что ну здесь да но в общем случае это будет какое-то общее утверждение что если у вас асцелирующий интеграл там f от x умножить на f от f от x плюс h с чертой как-то там мал то вы можете из малости таких интегралов вывести интеграл малость интеграла просто f ну это какое-то вообще говоря нетривиальное утверждение что может быть в каких-то случаях проще оценивать интегралы f от x на f ну на f от сдвинутого с чертой мало ли как бывает на f на f на f Продолжение следует...